Да, существуют методы целительства в буддизме. Один из методов целительства, он всем известен, кто занимается эзотерикой, это метод работы с синим Буддой. Ну, я знаю, что в свое время Норбуримпочи, Тензинов Цоримпочи говорил об этом методе, Тулку. То есть было очень много людей, которые пропагандировали метод или передачу работы с синим Буддой или танкой синего Будды в Дзакчене, в Кагью, в Нигме, где только этого не было. Но для обычных людей это запретная тема, и она закрыта была. Но благодаря развитию буддизма, тибетского мистицизма, мы узнали о мантрах. Допустим, это мантра синего Будды. Почему синего? Тут такой вопрос. Дело в том, что это уже тайна. Все тайное, это значит эзотерическое. То есть обычные люди, они приходили, слушали мантру от посвященного человека и получали посвящение использования данного метода. А что обозначало посвящение? То есть человек наблюдал синего Будду и представлял, будто он сам является синим Буддой. Но эзотерическая идея этого всего заключалась вот в чем. Оказывается, что каким-то образом, в случае, если человек наполняет середину своего тела, ментальную, мысленную, мысленно наполняет, он, конечно, наполнять физически не может живое тело, ну и не нужно к этому стремиться. Хотя, наблюдая за женщинами, которые выпивают в день по 8 литров воды, я думаю, что они все-таки умудряются наполнить себя синей водой. А также алкоголики, которые наполняют себя синей водой. Но у них, к сожалению, она огненная. Ну ладно, это шутка. Но это их дело. Хотят, пусть наполняют. Зато у них мир чудесен, когда есть алкоголь и наркотики. Ну что ж, вернемся к теме. Наполняя себя синей водой, что это обозначает? Мы, как эзотерики, обычно говорим так. Синяя вода – это прообраз здоровья. Именно поэтому в случае, если человек говорит «у меня болит печень», что он должен применять? Применяйте метод синей воды. Представляете, будто вы не смотрите на свою печень, а представляете, будто вы где-то видите эту печень, заполняете ее синей водой. Теплой, темной, синей. Можно даже темно-темно-синей, аж черной. Это все действительно помогает. Ну, к сожалению, такие болезни, как гипертоническое заболевание сердца, головокружение, ну вот такие заболевания таким методом излечить невозможно. Продолжение следует... Продолжение следует...